Приветствую друзья с вами канал про такси и предположу что большинство зрителей канала возят пассажиров через яндекс ну все-таки монополист самый крупный агрегатор и все такое если вы именно яндекс таксист то вы знаете как яндекс хвалится своими алгоритмами ну дескать они непогрешимы алгоритмы яндекса учат вас как вам жить алгоритмы яндекса рассказывают вам как нужно поддерживать запах в салоне и не на беседу с пассажиром все такое прочее то есть во всех оценках вашей деятельности яндекс опирается на свои алгоритмы то есть он тщательно следит за тем как вы выполняете в общем свою работу и если вдруг что-то пошло не так то долгие бодания с техподдержкой это хорошее увлекательное занятие если вы не хотите кстати самостоятельно бодаться с техподдержкой ну например я делал это для контента хотя работаю через парк атлант контакты парка будут в описании если вы хотите чтобы за вашу комиссию с техподдержкой переписывался именно диспетчер парка и отбивался таких ботов и добивался когда в переписку вступит живой человек вместо вас а вы тем временем будете спокойно катать то подключайтесь контакты парка в описании все так сказать я зарекаясь больше самостоятельно с техподдержкой общаться сейчас расскажу почему вот буду все на олега скидывать он диспетчер я работаю через атлант я плачу комиссию пускай переписывается все мои терпение лопнуло поэтому такая превьюшка значит и так мне прилетает от яндекса привет от их алгоритмов мне пишут что все твой значит приоритет понижен на единичку за небезопасное вождение ну в общем то фигня подумаешь там что приоритет понижен на единичку но меня впечатлило небезопасное вождение то есть я человек который в общем в дтп не попадал тьфу 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 очень давно на которого нет ни одной жалобы пассажиров вдруг небезопасно вожу я открываю что там под кнопкой подробно мне написано что по нашим данным последнее время вы водите автомобиль сука рискованно рискованно вожу автомобиль это противоречит не только стандартам нашего сервиса но и правилам дорожного движения опять же хотя никаких нарушений правил дорожного движения меня нет ваш приоритет будет понижен ну и так далее если вы продолжите небезопасно блять водитель то можете потерять до 5 там баллов я соответственно заглядываю в график когда же я последний раз так вот водил интересно небезопасно и вижу что я ну вот последнюю неделю вот один день только в субботу я возил это это было на электромобиль значит все остальное время я по яндексу не работал вообще я возил x-car вот но тем не менее я спрашиваю отчет за ерунда ну типа да значит объяснить пожалуйста что случилось почему понизли приоритет раскроете источник данных о якобы рискованном вождении и посылаю им эти скриншоты мне пишут приоритет снизился потому что ваших поездках за 14 дней было замечено что вы резко ввели машину пожалуйста старайтесь вести автомобиль более плавно я задаю логичный вопрос ну типа назовите конкретную дату когда я рискованно водил автомобиль то что я подозреваю что яндекс следит за нами не только когда включен таксометр потому что но я же не возил яндекс у меня таксометр был выключен один день всего включен и за исключением того дня когда я обнаружил минус один этот несчастный ну и что именно означает рискованной фамилии должность сотрудника составившего акт о рискованном вождении мне говорят что система мониторинга замечает опасные маневры получает информацию с помощью датчика на вашем устройстве и так далее и тому подобное в общем всякую чушь и приоритет мало понижается автоматически я им говорю что повторяю еще раз как для дебилов какого числа и во сколько ваша система зафиксировала резкий маневр но мне прямо интересно а в какой это было день вот ну соответственно совсем для дурачков да то есть если на дороге яма я не должен их обруливать но тогда это будет резкий маневр если меня пассажир в салоне я должен как или убить его о выскочившего там со второстепенной например какой-нибудь уазик или камаз или ухнуть в яму которая вдруг внезапно открылась значит после проезда впереди едущего автомобиля и так далее то есть я не должен какие-то эти маневры совершать чтобы спасти пассажиры так мало ли что происходит на дороге а мне говорят что нет мы поделиться деталями не можем но вот ситуации бывают разные система считывает данные с вашего устройства хорошо обучена и умеет отличать там перегрузки связаны с агрессивным вождением от бытовых ну и далее вся вот такая вот фигня значит переписка длительная в которой мне они говорят что там многократные перестроения там торможение резкий старт смена полос и все такое прочее и ссылаются на свои алгоритмы и не хотят пока подсказать номер который присвоен их программно-аппаратному комплексу в государственном реестре средств измерений то есть если они что-то измеряют то на что они опираются и так мне ничем эта переписка не помогла но я хочу заметить вот что обратите внимание на непогрешимы алгоритмы яндекса которые по их мнению хорошо обучены и умеют отличать значит некорректные данные от корректных система заметила опасные маневры несмотря на то что не было жалоб от пассажиров так вот 1304 километров в час господа из яндекс эта система корректно считывать данные с устройства водителя а вот еще один водитель 201 километр в час или вот триста пятьдесят три или пятьсот десять четыреста девяносто пять километров в час 218 141 это нормальные значения ваша система которая хорошо обучена она действительно не понимает что таких скоростей не бывает и их не нужно отображать если вы считываете данные блять с устройства то вы пожалуйста поймите что эти данные могут быть некорректными если я ехал три километра в час а потом резко блять ускорился до 1300 конечно это резкий блять старт а потом я ускорился там с нуля до двухсот восьмидесяти или четырехсот девяносто пяти конечно это будет резкий старт а потом в ноль оттормозился короче алгоритмы яндекса это такая херня на которые они ссылаются что это прям непогрешимая штука а на деле это просто ну полностью сырая какая-то система которая вот в наглую блять водителям снижает не рейтинги там всякие баллы приоритеты так далее это же все влияет на заработок им насрать ну вот а какая-то там система которая не может блять отличить реальную скорость автомобиля от нереальной сука космической скорости на этом основании пытается вмешиваться в ваш заработок и вообще обещают заблокировать короче все я не буду больше блять переписываться они тупые сука боты дебил они не понимают что я их спрашиваю я говорю какого числа не могут ответить короче меня бомбит все олег друг мой разбирайся ты диспетчер тебе за это я плачу комиссию выясняем ну вот какого числа и так далее в общем если вы также не хотите больше вот бодаться с ботами хотите чтобы техподдержка делала за вас подключайтесь парку атлант до встречи